Политвестник ТВ продолжает проект Россия-2013. Подмосковная Немчиновка. Всего лишь 3 км от МКАД, а чистый воздух и, конечно же, золотая земля. И все бы хорошо, если бы этот райский уголок усилиями местных чиновников не инкорпорировался прямо в ад. Немчиновка и Ромашково, общей численностью не менее 10 тысяч человек, попали в поле интересов баблолюбивых чиновников. Под предлогом строительства современного жилья местные жители фактически выживают с насиженных мест. Уже построены жилой комплекс Ромашково и Западное Кунцево, рассчитанные на 10 тысяч жителей. А в новостройке в самой Немчиновке поселятся аж 30 тысяч. При этом въезд в Немчиновку расширять не планируется. Если сейчас при пропускной способности в 3 тысячи автомобилей в сутки образуются жуткие пробки, так что не проехать ни пожарникам, ни машинам скорой помощи, то страшно себе представить, что здесь начнется при полномасштабном заселении. Если добавится еще как минимум 15 тысяч автотранспортных средств, коллапс обеспечен. Проблем в Немчиновке много. Это и нехватка мест в детских садах. В новом детском саду одно место, а их всего 140, стоит 25 тысяч. И отсутствие аптек, и проблемы с вывозом мусора. Жители не раз обращались к местным чиновникам с просьбами и требованиями, но те либо глухи, либо заняты лоббированием совсем других интересов. Вот и организовали жители Немчиновки и Ромашково большое собрание. 14 декабря 2013 года вызвав на ковер представителей администрации городского поселения Одинцова. По поводу выступления администрации можно будет предоставить каждому по 5 минут. Больше, я думаю, на самом деле не нужно. Мы так все понимаем. О том, что будет, ну, на доклады. После того, как сделает доклад, каждый по своему направлению, можно будет перейти к вопросам. Да народ еще целый коридор стоит, нас вообще не слышит. Да я тупая. А замуж? Нам обещали радиотрансляцию. Ну, залпи. Для срыва собрания представители администрации затеяли в большом зале срочный ремонт. Ни народ, не поместившийся в маленьком предбаннике и не пожелавший слушать в душном помещении чиновничьи доклады, тут же решил выйти на улицу. Это напугало местное начальство. И оно таки позволило открыть большой зал, законсервированный якобы под ремонт. Публика эмоций не сдерживала. А вы взялись управлять государством, как дети кухарок. Вот те управляли, Ленин, говорю, что каждая кухарка. А вы хуже кухарок. Вы не можете просто организовать собрание. Дороги скользкие. Эти, то, что шиномонтаж все заставили. Эти маршрутки бедные, негде развернуться. Мы еле добрались сюда. А шиномонтаж, это вообще бархат. Выезд из села Немчинок и Ромашка осуществляется по одной единственной однополосной дороге, проходящей через улицу Центральная, Советская, Советский проспект, Московская и далее МКАД улицы Горбунова. Другого выезда нет ни в Ромашку, ни в Немчиноку, ни в Одинцово, ни на Рублевку, ни на МКАД. Это одна единственная дорога, однополосная, подчеркиваю. По указанной дороге в настоящий момент уже происходит интенсивное движение транспорта с углубляемым активным передвижением строительной техники. В результате чего время выезда составляет примерно час, ранее 10 минут. Уже ближайшее время после полного заселения микрорайона, построенного компанией НР-494, это село Немчиновка, бывшая военная часть, а также заселение ЖК Ромашкова, ЖК Западной консулы ЖЛК Ромашкова составит порядка 40 тысяч человек. Как можно было давать разрешение на строительство таких огромных комплексов, не совершенно не понимая о том, что дорога будет полностью перекрыта? Я нифига не понимаю, как это было. Селением Немчиновки и селением Ромашкова территориальное управление фактически давно отсутствует, а чиновники, которые должны осуществлять функции рационального управления территорией, выступают вроде гуляйтеров, поставленных над жителями, чтобы за счет их конституционного права на достойную жизнь давать возможность обогащаться многочисленным застройщикам-арендаторам. В связи со соизложенным мы предлагаем за отрительное бездействие по заявлениям граждан о многочисленных нарушениях их конституционного права на достойную жизнь в гарантированной части 1-й статьи 7-й Конституции Российской Федерации проявленную личную компетентность и в связи с потерей доверия жителей требуем отправить в отставку заместителя главы городского поселения Одинцова Бондарева Алексея Александровича и в связи с ненадлежащим осуществлением главы городского поселения Одинцова обязанности по контролю за действием своих подчиненных, что стало одной из основных причин катастрофического обострения проблем, связанных с инфраструктурой населенных пунктов Ромашкова и Немчиновка. В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 ст. 36 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации и частью 2 статьи 11 устава городского поселения Одинцова предлагаем подать в отставку по собственному желанию главе городского поселения Одинцову Бусеву Александру Альбертову. Зам главы администрации Алексей Бондарев выглядел бледно, как лунное пятно на туманном небосклоне. Ни на один вопрос граждан по существу он так и не ответил, но перед политвестником пришлось таки расчехлиться. Вы выполните требования жителей, уйдете в отставку? Да, уйду, наверное. Дело в том, что я не избираемый, я назначаемый. Если уходят в отставку те, кого народ избирает. А мне-то заявление написал и ушел. То есть вы уйдете, да? Уйдете в отставку все-таки? Ну, по всей видимости, уйду. Это будет решать глава, увольнять меня или не увольнять. То есть не народ? Народ ничего не решает? Народ рекомендует. Представители инициативной группы уверены, только создание общественного движения, консолидирующего усилия граждан, может помочь решить проблемы, накопленные за 15 лет чиновной вседозволенности. Объединение и активность – верный путь к возвращению из ада, в буквальном смысле золотого райского уголка. Я хочу уверить, что мы не будем выходить, использовать незаконные методы. Мы исключительно будем действовать в рамках закона, который нам предоставлен. Это обращение на имя губернатора Воробьева Андрея Юрьевича, которого мы очень сильно надеемся и рассчитываем на его помощь, на то, что он прислушается к нашим чаяниям. Это обращение и к главе Одинцовского района, господину Гладышеву. Собственно говоря, обращение в другие компетентные органы. Это прокуратура, следственный комитет, а также обращение к коммерческим структурам все-таки не доводить ситуацию, которая здесь сейчас сотворилась, на данной территории Нечиновки-Ромашково, совершенно не доводить ее до абсурда и не усугублять ее дальше. То есть мы планируем действовать в рамках правого поля. Это единственная дорога въезд Ромашково. Это центральная площадь. Памятник. Это кусок кладбища. Соответственно, дорога перекрывается здесь, дорога перекрывается здесь. Кусок дороги просто ушел. Допускаем, что это техническая ошибка. Если ее вовремя не исправить, то это так и останется при дальнейшей перепродаже земли и дроблении ее на участке. Если такое произойдет, что уже происходит, в принципе, да, то второй, третий, четвертый собственник, его уже мало будет волновать вопроса, что это общественная земля. Это и есть дорога жизни из Немчиновки в Москву и обратно. И теперь только от консолидации местных жителей зависит их шанс на полноценную жизнь в данном населенном пункте. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, Немчиновка, Московская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok